Приветствуем всех на канале Верность ТВ, канале о спасении животных. В этом ролике покажем историю перевоплощения больной недоверчивой кошки в ласковую мурчащую Дашку. Эта усатая родилась и выросла в подъезде. После первой течки в ее организме произошел гормональный сбой, из-за чего молочные железы набухли, и теперь ей нужна операция как минимум стерилизации, как максимум удаления молочных желез. Так, наша пуколка. Что у нашей куколки? Сделали мы ей операцию по стерилизации, удаление яичниковой матки. Мы сделали маленький разрез, буквально на два шва. Но в связи с тем, что большое у нас тут пространство от подкожной клетчатки до брушины, и там нет возможности не было у нас собрать ее, потому что очень сильно кровили сосуды, мы поставили бельнаж. Сисечки в общем не трогали пока, как и планируем, да? Да, планировали, да. Шов очень маленький, буквально вот такой у нас, потому что там из сосудов доступа не было вообще. Поможешь? Нет, сейчас я хочу показать. Хорошо, тогда сейчас вот так подержу. Все, все, Дашенька, подержи. Вот такой вот. Мы оставили бельнаж тряпочный, ну, вот так вот нужно будет поделать. Отсюда будет вытекать жидкость. Не пугаться, не бояться. Да? Дня на два. Потом один узелочек свяжете и вынете. Так? Вот. Операция сложная была? Очень много. Ну, вот и повременнее, что вы видите. А, шо-шо-шо. Ну, так я, в принципе, предполагала, что будет сложно, но в чем сложность? Давай расскажем быстренько людям. В зоне доступа. То есть обычно врачу нужен доступ быть, ну, чтобы он видел, куда идет, да? А тут из-за того, что у нас все опухшие, распухшие, да, и не сильно мы их старались отодвигать, эти опухоли, очень много кровеносных сосудов. И проходилось идти в обход них, между ними, и, ну, маленькие у нас получился разрезы на брюшине. Ну, с одной стороны, она хорошо быстренько заживет, да? Но, с другой стороны, нам это усложняло задачу. Просто больше там очень сильно кровило. Марина Александровна, я извиниюсь, потому что пока мы с вами снимаем, мне написали на СМС, что сбили щенка, но ударников, ударников, по-моему, не очень далеко, успеют до семи еще повезти к вам. Примем, пожалуйста, конечно. Ладно, сейчас позвоню тогда. В общем, друзья, будем спасать дальше. С Дашкой вот такие дела. Операция была сложная, но... Она очень хорошая девчонка, мы подкололи ей витаминчиками, чтобы она быстрее восстанавливалась. Ой, солнышко, такая хорошая, спокойная кошка, даже в наркозе спокойная. Обычно они такие в наркозе. Даже в наркозе она очень доверяет людям, она очень доверчивая такая, очень такая... Очень хорошая. Ну, ее заберут домой, да, ее уже планируют забрать, но вот проблема, конечно, такая серьезная. В общем, держите кулачки за Дашку. И, что сказать, с миру по нитке Дашке быть здоровой. Сейчас будем наблюдать за ее малышными железами, изменится что-то или не изменится. Надеюсь, отрофия этих всех, и они станут поменьше, либо под удаление, либо совсем станут такими большими, чтобы они не вызвали беспокойство ей. Если станет хуже, то мы экстренно сюда приедем к вам тогда и прооперируемся. Хорошо? Ну, надеемся, что все станет не хуже, а лучше. Ты красотка, ты красотка, маленькая красотка. Держи, заходи. Маленькая красотка. А сейчас пеленочку давайте постелим. Еще у Дашеньки, помимо глистов, очень... Покажи, Дашуль, сейчас покажем. Сейчас, секундочку. Вот такие черные уши. Ну, как мы и предполагали, вы уже делаете, да? Вот, как мы и предполагали, здесь вот такая красота. Какой шустрый, зараза. Может быть, лучше почистить, а потом прокапать? Как лучше? Да, мы сейчас почистим, пока оно в наркозе, и быстренько прокапываем. Потому что заражать всех остальных ушным клещом это очень невесело. Все, друзья, держу. Дашеньку, а вы держите кулачки. Уже как бы... Такая веселая история. Оказалось бы, просто грязь, но нет. И очень хорошо, отлично просто. Кошка чешет и передает всем, кто вокруг животным. Так что принесли кошку с улицы, если у нее такие вот уши, и у вас есть кошки, все будут в такой красоте. Потом будете лечить всех. Если принесли, сразу лучше почистить и прокапайте. Лишним не будет. Они быстро умирают в клещах? Нет, очень долго лечить. Вот это... Ничего себе, сколько грязи, опалдеть. Так что это такое дело. Потому что рак имеет извилины. Вот тут у них, на сто процентов, когда не зачистишь. Все препараты действуют только на Ямаго. На взрослых их клещей. Личинки развиваются. Вот. И опять начнутся пролезы. Но я, насколько знаю, силафорт помогает. Да. Силафорт, адвокат, капля. Вот мы сейчас ее проглистоконим, а потом силафортом прокапываем через пару дней. Они сдерживают это все на месяц. И если несколько месяцев подряд пользоваться, то да. Будет, называется, системная обработка. А сейчас нельзя, потому что она слабенькая, да? Сейчас лучше не капать. Да, сейчас, через дня три лучше, как минимум. Потому что у нее глисты. То есть тут хорошо было бы сразу ей все это. Может, и блохи, кстати, блох не видела. Нет, брели чистенькое было. Вот, и, наверное, нету, да. А вот Дашка, смотрите-ка, как изменилась кошка по мне так. Да, Шуль? Вот как молодой. Вот такие, вот довольные. Такие. Первый это выделывает. Да. А в первый день такая она не была. И во второй не была. Вот после операции такая стала. Я сегодня, на самом деле, я не буду утверждать, но мне показалось, что, может быть, как-то натяжение кожи меньше стало. Как будто они стали помягче ее сиси. Будем наблюдать, смотреть. И надеяться, что полностью они спухнут спустя там 2-3 недели. Ну, как-то ей явно получше стало. Вот она повеселее. В первый день, когда я за ней приехала, она грустная, грустная. Сидела на руках, а сейчас она какая веселая. Фурка. Фурка-мурка, Дашка, иди сюда. Дашусь. Дашенька, ну какая ты счастливая кошка, оказывается. Фурка. 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 Продолжение следует...